Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс. Ну а сегодня вот этим видео я хотел бы начать рубрику Мюзик Варс для новичков или Музвар для чайников! В общем, в этой рубрике будем рассматривать основные стратегии, основные тактики. Ну а сегодня я хотел бы вас познакомить именно с этим проектом. Итак, нашей игре 9 лет. 9 лет браузерная игра живет. Это просто шедеврально, конечно. Но, как вы понимаете, многие играются в эту игру уже очень давно и очень сильно раскачались. Кто-то играется несколько месяцев, и его характеристики, конечно же, не соответствуют вообще мощности физической. Как вы можете посмотреть, на свои характеристики где-то на 6-10 уровне, да, и на мои характеристики на 30 уровне, это большая разница. Даже то, что я играюсь очень давно, это не значит, что я топовый игрок. Я даже еле-еле дотягиваю до средняков с такими характеристиками. Да-да, вы, посмотря на мои характеристики, как бы сказали, ну ничего себе. Но все равно, ребят, я огромный средняк, вот на 30 уровнях. Сегодня я хотел вас познакомить с теми игроками, с которыми вам придется сталкиваться по продвижению вверх по игре. Но для того, как начать, можно сказать, или для того, как все разбирать, давайте вы в комментариях отпишите, что же вы хотите в этой игре. Вы хотите чего-то достичь, попасть в сотню топов, там, раскачать меха, там, ну не знаю, у каждого разные. Я жду ваши комментарии, с удовольствием посмотрю, с чего хотят игроки от этой игры. Чего они хотят, по крайней мере, достичь в этой игре. Ну а мы начнем с самых мелких уровней. Давайте, вы буквально только что выполнили задание. Совсем без всяких проблем вы апнулись на шестой уровень. И на шестом уровне вы встречаете игрока Мистер Джобс. Вы будете его встречать не только в турнирах, вы не только будете его встречать на том же бойцовском клубе, где-то на дрожи земли. Ну и, конечно же, вы будете встречать его на полигоне, где вы толпой попытаетесь его убить. Заметьте, толпой. И заметьте фразу «попытаетесь». Ну, то есть, понимаете, что этот человек играется очень давно. И, конечно же, он просто-напросто вам в тягость, так скажем, получается. И, чтобы добраться до такого же примерно уровня по мощности, да, посмотрите на свои характеристики сейчас на шестом уровне. И посмотрите на характеристики Мистера Джобса. И подумайте, сколько по времени вам придется качаться, чтобы добраться до этих характеристик. Как вы понимаете, что человек, в отличие от вас, играется так же. И поэтому постоянно развивается. То есть, вы развиваетесь, и он развивается. То есть, с какой скоростью вы будете догонять, это отдельный вопрос. Ну, а вы понимаете, что с Мистером Джобсом вы не сможете бодаться. И характеристики в 170 тысяч вы не доходите. И вы апаетесь чуть-чуть выше. На седьмой уровень. А на седьмом уровне живет Лето Сити. И вас встречает Нотис, ребята, характеристики 128 тысяч. И это еще без звонок. Званки буквально получатся не на этой недельке. Итак, ну, вы смотря, короче, на то, что вы попадаете, опять же, на полигонах против очень сильных игроков. Вы думаете, давайте я апнусь подальше. Ну, то есть, не нравятся мне седьмые уровни. Ну, как-то не очень. То есть, тяжело. Давайте же посмотрим, как у нас дальше дела обстоят. Ну, мы переходим на восьмой уровень. А здесь у нас Носхорн, ребята. И 124 тысячи. 124 тысячи для восьмого уровня. Вы просто представьте, кто-то апнулся буквально только играет. Два месяца. Характеристики 3000. Это вообще потолок. Скорее всего, даже меньше. Еще не прокачался. А тут человек с характеристиками 124 тысячи. Конкуренция. Какая будет конкуренция? Интересно, что вы можете противопоставить этому человеку? Ну, а мы двигаемся дальше. А тут на девятом месте. Ну, в общем, на девятых уровнях у нас Артис. Ну, в общем, не знаю, как есть. Ну, в общем, Джокеры, ребята. И 150 тысяч. Девятые уровни. Вы думаете, что вы буквально с шестого уровня, да, апнулися. Но характеристики примерно в 170 тысяч преследуют вас всю деревянную лигу. Вообще по всем. То есть, начиная с шестого, кончая девятый уровень. Топы все примерно по 170 тысяч. Ну, то есть, поэтому привыкайте. Не заметьте, у него человека тоже нет звания. Если человек берет звание, то характеристики будут под 200 тысяч. Так что ждите. Это только начало. Вы апаетесь буквально на 10 уровень. И есть возможность тратить генетику, ребят. Но на этом уровне вас ждут такие игроки, как Зу-23. Матвей, тебе привет. Ну, здесь, как вы понимаете, 120 с лишним тысяч. Также без звонки, без всего, но более-менее адекватно, можно сказать. Но таких игроков там прорва, ребята. Там реально их очень много. Но я всех, сразу говорю, разбирать не буду. Давайте будем смотреть на 11 уровень, ребят. 11 уровень, опять Hammer of Jokers. Простите, ребят, что такой этот. Но я вот выбрал примерно по группам, смотрю. И здесь характеристики, ребята, также 100 тысяч. То есть, видели, да? Где-то 170 тысяч это деревянная лига. Все, перешли и пошли у нас 100 тысяч. Но это без звонок. Ну и я не стал сильно заморачиваться. Потому что по лигам, ребята, будет такая ситуация идти постоянно. То есть, характеристики будут увеличиваться и увеличиваться. Конечно, вы понимаете, что чем дальше вы апаетесь, да? Тем вы слабее. То есть, когда вы просто-просто тупо вверх идете, не прокачиваясь. Ну, давайте же здесь перейдем. 21 уровень, Maximus. Играется с самого начала также игры. Очень давношний игрок. Характеристики 400 тысяч. 21 уровень. Если вы сейчас докачались до уровня 18-го и у вас характеристики 10 или 18 тысяч. Еще раз прошу вас в комментариях, отпишитесь, пожалуйста, что в этой игре вы хотите достичь. Или вы просто играете в удовольствие. Ну, тогда ладно. Тогда все нормально. Все сойдет. Давайте же дальше мы постепенно двигаемся к 30-м уровням. Итак, 22 уровень и импульс, ребята, 240 тысяч. Ну, круто, конечно, все нормально. Но Maximus с его 21 уровнем, конечно, проигрывает. Но все равно, как бы ни было, 21-22 уровень. Надо было показать хотя бы эту лигу. Ну, а мы апаемся наверх. И 26 уровень. Ребята, Титаниус. Характеристики 340 тысяч. Конечно, видно плохо. Те же самые 400. Можно сказать, те же характеристики и у Maximus на 21 уровне. Но этот человек очень нехило расправляется с 30-ми уровнями. Здесь уже хорошо роляют питомцы. Очень сильно тактика. В общем, прямо хороший игрок. Я знаю, периодически на него нападаю. Периодически проигрываю. Хотя 30-й уровень. И вот мы буквально доходим до той лиги, которая является самой большой. В ней больше всего игроков. Ну, в этой, так скажем, лиге очень тяжелая конкуренция. Многие топы туда апнулись, потому что решили просто поиграть. Но столкнулись с большой проблемой. То, что здесь, ребята, на наших уровнях, 30-х уровнях, вы не сможете просто забирать даже 1200 мест. Здесь очень много игроков. А если вы захотите в 250 игроков попасть, то есть на любом эвенте здесь, то вам придется очень сильно запарываться. Это очень тяжелый... Ну, я просто по себе знаю. Я даже до сотки вообще никогда в жизни не доходил среди 30-х уровней. Просто физически, ну, я не справлялся с этим. Это вообще сделать, по-моему, невозможно. Это надо бесконечно сидеть. А я считаю, что надо в игру играть. Давайте же посмотрим, ребята, топовых игроков на 30-х уровнях. Итак, PerfectOne, ребята. Характеристики 4,5 миллиона. На 4 миллиона 600. Это вот примерные характеристики тех донатов, которые здесь находятся. Характеристики там по 3 миллиона, 2 600, там 2 800. Их таких еще с десяток здесь найдется. Поэтому, если вы собрались с 6-го уровня, как многие говорят, быстро-быстро апнуться на 30-й, представьте, что вы придете вот к таким игрокам. И заметьте всего одну маленькую тенденцию. Я играюсь в этой игре, как вы поняли, также очень давно. Я 8 лет играюсь в эту игру. Я 6 примерно лет, где-то, да, 6 лет я записываю видео по этой игре. 5 лет я веду стримы по этой игре. И, как вы понимаете, характеристики мои являются более-менее средними. То есть, за все это время. Я не могу так сильно прокачиваться. То есть, эти люди, которые находятся в топе, там влито денег очень много. Так что, когда я говорю многим игрокам, выберите, пожалуйста, стратегию, с которой вы будете играться. Я прекрасно понимаю, что я говорю. Это первое. Второе. Выберите, пожалуйста, на каком уровне вы будете сидеть. То есть, это отдых какой-то определенный, где вы можете зависнуть, подкачать характеристики. Если вы просто собрались качать на 30 уровень, вы просто будете никто. Есть среди 30 уровней, такие, у которых характеристики и под 100, и ниже. Я не знаю вообще, зачем эти люди туда апнулись просто. Ну, то есть, они постоянно страдают, вообще везде страдают. То есть, там играться просто физически невозможно. Ладно. Ну, а что вы думаете, как я еще раз говорил по стратегиям, а тем, что вы хотите как-то играться, пишите в комментариях. И ждите следующий выпуск. Следующий выпуск называется «Разбор стратегий». Пока.